Всем привет! Долгожданное видео на моем канале. Давненько ничего не выпускал, такого более-менее адекватного. И сегодня мы с вами распакуем мое новое приобретение Realme X2 Pro. Давайте начинать, поехали! В общем и целом, друзья, я надеюсь, вы знакомы с этим устройством, но я хочу вам передать мои ощущения от, скажем так, вскрытия этой долгожданной, для меня долгожданной коробочки. Приобрел я его в официальном ритейле, а конкретно в МВидео. Ссылочки на, соответственно, этот товар я оставлю в описании под этим видео. Можно существенно так сэкономить до 4 тысяч рублей и приобрести его за 31 тысячу рублей. Для меня это стало оптимальным выбором. Почему? Я ответил в отдельном видео, в видеоподкасте о том, как я пришел к этому осознанному выбору. Итак, поставляется это все вот в такой вот беленькой коробочке. Коробка достаточно такая большая, то есть, ну, скажем так, как будто бы это iPhone гонконгской версии с большим переходником. Чем примечательен этот смартфон? Мы сразу видим здесь о том, что, во-первых, существует несколько модификаций. Давайте поговорим об этом. В России продается только одна, 8128, и только такой цвет. Называется он официально морской синий, 8128. Есть еще 6.64 и 12.256. 12.256 в России купить можно только у перекупов, это, скорее всего, Гутавита или подобные площадки. Но, опять же, в России очень быстро их раскупают, и я на самом деле столкнулся с тем, что даже есть какой-то небольшой дефицит. У меня 8128, версия Snapdragon 855+, один из самых мощных чипов на данный момент, существующих вообще на планете Земля. Четырех, скажем так, линзовая, четыре камеры, одна из которых на 64 мегапикселя. Здесь хорошая память UFS 3.0, 8 гигабайт непосредственно этой оперативной памяти, и 128 у нас встроенной. Я могу делать какие-то оговорочки, потому что я в большую степень в своих видео рассказываю об эмоциях, об ощущениях. Итак, сзади у нас поддерживаемые частоты все, даже есть дата производства, в Китае он сделан 1 января 7-го числа, то есть упакован типа на Рождество Христово. Давайте открывать. В общем и целом, я думаю, что этим смартфоном пропользуюсь как минимум пару-тройку месяцев, может быть чуть меньше, может быть чуть больше, потому что я часто меняю смартфоны в силу тех обстоятельств, что они мне попросту надоедают. Всегда призываю вас сохранять товарный вид, почему? Потому что коснись чего вам будет, чем оперировать при продаже, что у вас коробочка со всеми пленочками, то есть это сохранит его первоначальную стоимость. Давайте сейчас фокусировку, чтобы у нас было все хорошо. Открываем и смотрим. Всегда оставляю заводские пленки, вообще к гаджетам стараюсь относиться. Очень-очень, скажем так, лояльно и педантично. Почему? Потому что чем лучше ты относишься к тем вещам, что ты приобрел за свои деньги, тем, соответственно, дольше они тебе должны прослужить. Итак, встречает нас вот такой вот, сразу какие-то китайские крошечки есть. Итак, у нас конвертик в комплекте. Сам смартфон. Откладываем его пока в сторонку. Чем примечательен этот телефон? Помимо топового процессора, здесь VWOCK зарядка. VWOCK почти как сковорода и стиль приготовления азиатской кухни. Но она примечательна тем, зарядка эта, Super VWOCK, VWOCK, даже не VWOCK, а VWOCK, тем, что она заряжает телефон на минуточку за 30-35 минут. При этом на последней версии Android уже, ну, здесь вот, как всегда, китайцы, конечно, упаковано все. Все новое, все видно, что упаковано хорошо. Эта зарядка, она на 50 ватт, если я не ошибаюсь, если я правильно говорю, потому что постоянно путаю ватты, вольты, в общем, не обращайте внимания. Она заряжает действительно очень быстро. Посмотрел видосы на последних версиях Android, а на него уже доступно бета Android 10. Обещают до конца марта, в начале апреля выпустить официальный релиз и будет уже непосредственно официально 10-й Android. При этом это уже будет не ColorOS с настройкой, а будет непосредственно Realme UI, то есть их, собственно, оболочка. Провод Type-C USB, обычный белый, у меня такие есть, но говорят, опять же, что для того, чтобы заряжать, давайте я его сразу открою. Почему? Потому что обычный провод не подойдет. Этот провод достаточно плотный и толстый. Почему? Потому что он как раз-таки и в том числе и от него зависит эта скорость зарядки. То есть обычным зарядным устройством вы не добьетесь 35 минут зарядки от 0 до 100, и я не оговариваюсь. До сих пор для меня это прям очень большие результаты. Есть также скрепочка. Кладем все обратно. Провод начал пахнуть, знаете, такой пластик с клеем и с растворителем. Вот такой вот запах. Я всегда придаю особое для себя значение, чем пахнет техника, когда ее откроют. Почему? Потому что пахнет такой канцелярией. Может быть, даже они обрабатывали, раз собирали в январе это все на заводе. РСТ-версия, поэтому все сервисы переведены. Китайского хлама здесь нет. Давайте посмотрим. В общем, провод, он действительно, он очень плотный. Его, ну, если захочешь, конечно, перетрешь. Но чем примечателен он тем, что здесь вот желтенькое, если вы можете заметить, желтенькое, что в USB-A, то в USB Type-C тоже желтенькое внутри подложечка. Будет отдельный видосик, постараюсь на таймлапс снять или что-нибудь такое подобное от нуля до ста, когда смартфон разрежу прям, чтобы в нулину и запишу видео. У нас остался конвертик. Здесь должен быть чехол. При этом я посмотрел, что действительно чехлы на этот смартфон, он новый, даже ничего нигде нет. При этом он немножко матовый, он такой, скажем так, серенький. И все хвалят именно этот комплектный чехол, который кладут непосредственно в комплект с Realme X2 Pro. На первый вид, на первых ощущениях это обычный силикон. При этом он плотнее, чем просто какой-нибудь, знаете, такой no-name. И мне нравится, что он немножко матовый в плане цвета. То есть это не прозрачный силикон, а немножко так уходит в серенький оттенок. Он будет скрывать не совсем комфортную для меня надпись Realme. Не там, где она, как мне кажется, должна быть. Итак, что у нас еще в комплекте есть? У нас есть Quick Start Guide на русском и на английских и других языках. В общем, пока все это убираем сюда. И коробочку, в принципе, можно отложить в стороночку. Итак, у нас есть чехольчик, у нас есть провод и, собственно, сам телефон. Телефончик у нас представлен сразу в заводской пленочке. Давайте осмотрим пока по граням. Я сейчас сразу с пленочки его сниму. Опа! Чтобы осмотреть... О, сразу запотела пленочка, как мне это нравится. Я также всегда в своих видео говорю, если я распаковываю какой-то гаджет на камеру, во-первых, это полезно для вас, тех, кто хочет ознакомиться именно с предстоящей покупкой. И полезно для того понимания, что, во-первых, вы зафиксируете на видос состояние телефона после вскрытия упаковки, если вы этого не делаете, допустим, в магазине. Смотрим по торцам, у нас все хорошо. Сзади у нас тоже никаких... нет... царапин. Выглядит он... ну, на самом деле, я боялся, что этот цвет будет, скажем так, выглядеть не очень хорошо. Почему? Потому что... давайте сразу я вот прямо на этот коробочек... Я люблю все делать последовательно. Я сразу сюда наклеиваю вот эту штуку, потому что при продаже она будет установлена на место. Для того, чтобы человек, который приобретет этот телефон после меня, у него было четкое ощущение, что за телефоном, скажем так, ухаживали. Посмотрите, как выглядит этот цвет. Сейчас я на камере вижу, что он действительно смотрится очень хорошо в жизни. Это темно-синий оттенок, это глянцевая поверхность, оставляет очень хорошо отпечатки. И вот именно про эту надпись я говорю. Давайте поговорим о внешнем виде устройства и о моих первых впечатлениях после того, как я его подержал в руках несколько секунд. Итак, у нас есть блок из четырех камер. При этом хорошо, что он находится посередине. Мне это очень сильно симпатизирует. По крайней мере, будет не так сильно на столе, в случае, если будете носить без чехла, туда-сюда как бы одеваться. Это стекло Gorilla Glass 5, спереди и сзади. У нас также есть здесь пленочка. Сейчас мы ее тоже наклеим. При этом наклеим мы ее на эту сторону. Снимаем. Опа. И наклеиваем сюда. Не совсем ровно я наклеил. Сейчас. Вы уж меня простите. Такой вот я, да. Педант. На экране у нас установлена заводская пленка. Установлена она практически идеально. Идеально здесь есть небольшая, не то, чтобы сказать, мусоринка, но что-то в экране есть такое. Или под пленкой есть как бы. Посмотрим, отразилось ли это как-то на самой матрице. Давайте я сразу смартфон сейчас начну включать. В общем, на экране пленочка есть. При этом, точнее, ну, в общем, какая-то мусоринка как бы есть. Для меня это может быть не критично, а может быть и критично. Посмотрим, можно ли это поднять. Пока ничего не буду, соответственно, поднимать. Ух ты ж, ешкин кот, какой дисплей, да. Так, я понимаю, что вам сейчас, скорее всего, все это дело очень сильно ярко. Россия. Сразу введу пароль. И сразу первое впечатление о виброотклике. Он очень такой прикольный. Подключение к Wi-Fi вы все равно, наверное, пароль не увидели. Потому что контрастность, по-моему, до 750 нит в пике у этого телефона. Сейчас проверка обновлений. Скорее всего, будет у нас так. Здесь пока далее. Из облачного хранилища. Сейчас попробуем войти. Сейчас попробуем. да подтверждаю у меня здесь на тесте находится viva 18 неплохой телефон за свои деньги я ввел данные сейчас посмотрим если какая-то копия вот 40 минут назад у нас есть копия очень удобно сейчас это все на гугле сделано так контакты тра-та-та-та-та фотокалендарь восстановить все покажите здесь восстанавливается единственное что используя разрешить поиск сети отправлять работе устройства я не хочу принимаю и в принципе так далее это еще разрешить окей google окей google окей google и окей google окей говорит нам его 18 принципе настроечка очень быстро происходит буквально все на ваших глазах единственное что давай не надо нам ничего не сделать его 18 пытается со мной поговорить понимает что соответственно приобрели телефон на замену ему так давайте настройка другие режимы четырехзначный сейчас я введу пароль который я постоянно использую значит вы сейчас видите что вот такая вот красивая анимация при этом ничем не хуже чем на айфоне начиная с 10 серии лицо не обнаружил ну давайте так лицо обнаружил так добавлять отпечаток пальца ну давайте добавим как быстро это происходит то есть все в принципе достаточно пока быстро вообще настройка на современных телефонах она каждый при этом смотрите я сканер здесь оптический это очень хорошо не утра звуковой изменить положение пальца я его по всякому так буду соответственно окей выполнено обновление по автоматически не обновлять что у нас марки на другой телефон android здесь пока не надо а добро пожаловать к ларко с 6 и сейчас я нажимаю кнопку на начать работу и в принципе опа ну правду люди говорят звук здесь давай 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 вот так вот мы заходим сюда на экраны яркость у меня здесь включаем защиту от мерцания и вы сразу видите что в принципе здесь стало все достаточно прикольно сейчас у вас на экранах в принципе видно общее состояние то что я ощущаю как смотрится экранчик и во всех обзорах которые я посмотрел на этот телефон ни слова не было сказано по поводу этого каплевидного выреза так как я не привык капелькам и они меня немного напрягают я адепт либо в айфоне челкает и понимаешь что но она вот там есть ничего ты с ней не сделаешь хотя не очень она мне симпатизирует ну чего куда деваться как говорится есть там определенная технология и вот вырез такой большой в самсунгах это очень красивые вырезы в виде вырезы в экране и капелька меня напрягала вот здесь стоит у меня Vivo 18 и на нем точно такой же вырез и я думал что я не смогу с этим жить и поэтому смотрите как мерцает нет у нас DC dimming на Vivo 18 и включен DC dimming на непосредственно Realme X2 Pro так вот я вам хочу сказать что первое время конечно я ее эту капельку буду замечать но с другой стороны она не такая большая как на айфонах то есть я с этим могу жить в магазине я уже господи какой-то громкий в магазине я уже протестировал скажем так в прямом сравнении с Honor 20 Pro его конкурентом в плане того что между чем я выбирал и понял что с этим я смогу жить и так по техническим характеристикам 8128 snap 855 плюс супер AMOLED дисплей 19 с половиной по моему если ошибаюсь к 9 это очень хороший экран при этом у него в пике яркость прям вообще очень большая есть DC dimming и черный ну в общем все присущие AMOLED приколы здесь присутствуют always on display есть и так далее и так далее пока что давайте поговорим о первых впечатлениях ну во первых мне в руке он симпатизирует он лежит прямо так как мне надо здесь неплохие камеры они может быть в чем-то выступают скажем так тому же вон классу они могут чуть-чуть уступать Honor 20 Pro но при этом если компания realme будет поддерживать эти эту модель они вроде как прям хорошо так нацелены на продвижение на российском рынке и вообще в частности во всем мире потому что индусы прямо пищат с этого телефона в хорошем смысле слова им это все нравится и я реально понимаю что должна быть полностью поддержка то есть 10 android прямо бета там не бета вот выглядит буквально сразу моментально это все разблокируется то есть я не успел посмотреть а уже все я думаю что можно настройках сделать так что так видите здесь сканер он очень быстрый я думаю что поддержка будет и android 10 не за горами то есть я постараюсь на него установить бету пока все очень быстро и самая-то главная настройка которая присутствует в этом телефоне и тоже являлась одной из самых скажем так 30 секунд мы перерабатываем две минуты я обычно так везде ставлю и что у нас частота обновления экрана 90 герц и пока сейчас все приложения камера нам нужно 90 герц ну пускай будет копия телефона в общем прикольно что здесь можно в настройках экрана выставить во-первых частоту 90 герц или 60 герц это очень хорошо и можешь выбрать какие приложения конкретно тебе нужно чтобы они у тебя были супер плавные а какие нет по настройкам выглядит как ios подобное устройство за китайцы очень молодцы в последние года и делают все прикольные прикольные оболочки причем не знаю мне вот всех валят от samsung 1x 20 она мне не очень заходит в плане величины иконок я всегда ставлю сторонний лаунчер здесь пока что но смотрите приложение устанавливается очень быстро потому что стандарт памяти очень скажем так высокий первые впечатления мне нравится что здесь разнесены какие клавиши включения качельки регулировки громкости на разные торцы устройства потому что не совсем удобно когда они я прям не люблю клавиши включения выключения у нас немножко с золотистым таким отливом клавиши у нас не люфтят ну чуть-чуть чуть-чуть да нет хотя но это нормальная посадка как бы принципе за эти деньги нормально нажимаются ход средний то есть можно сказать даже туговатый это очень хорошо то есть они все нормально с устройством полноценная гарантия гарантия два года по защите прав потребителей в российской федерации и никаких проблем нет я вижу что давайте зайдем в настройки в настройках очень явно это все дело видно в play market зайдем посмотрим первое включение как это все дело у нас будет прогружаться на 855 есть небольшие подергивания да но это скорее всего пока идет оптимизация плюс я устанавливаю на приложение точнее телефон копирует устанавливает приложение то есть пока что все летает я не особый адепт именно игровых смартфонов я практически не играю в игры вчера сел буквально за несколько месяцев первый раз сел поиграл то что я знаю что я здесь буду играть в игры для того чтобы рассказать об этом вам сел поиграл набил несколько себе этих уровней в call of duty в последнее и понимаю что смотрите то есть мы вообще он очень быстрый при этом можно еще скорее всего здесь оптимизацию какую-то пройти в плане зайти у нас в надо разбираться о телефоне так номер сборочки сейчас мы сделаем и я уже разработчик правильно и в разработчики если поставить вообще так о телефоне тра-та-та статусу так тут имейки мне очень нравится вибрация я практически уже не замечаю каплевидный вырез но пока что еще замечают так обновление программного обеспечения скорее всего он найдет какую-нибудь последнюю прошивочку обязательно надо его обновить для того чтобы до загружаю сейчас в общем фоне все это будет делаете громкость звука вот смотрите я смотрел у или осипова за канал зверьё о том что он в распаковке этого устройства говорил о том о том что прям звук отдает ну типа прямо заднюю поверхность заднюю стоечку в заднюю крышечку стеклянную и он начал на самом деле это так то есть сейчас посмотрим по звукам да просто я прям пальцами слушаю нормально это круто это очень круто вибрация вибрация вибромотор здесь очень качественный прям очень качественный и это не нализывание я никакого отношения компании реал не имею телефонами их ними пользуюсь первый раз имя устройство где у нас тут настройки разработчика то так давайте по это разработчик возможности разработчика да так сразу включаем у нас разблокировка загрузчика так здесь я сейчас пин-код включить разблокировку загрузчика откладку по usb тоже включаем и как правило я иду в вот масштабирование я всегда делаю скорости анимации эти все единички на 0 5 это очень и сразу становится еще быстрее еще плавнее но хотя в принципе вот сейчас идет фоновая загрузка очень многих приложений мне пока нравится давайте примерю с чехольчиком и на этом наверно распаковочку будем заканчивать пленочка имеет небольшое олеофобное покрытие надо какие-то стекла будет приобретать в дальнейшем в общем и целом пока что мне все нравится марки под люка давайте посмотрим как это все будет делать выглядеть в чехле чехольчик прям мое почтение туговатый блин давненько я не испытывал проблем так так ничего не задел нет не задел в чехле сразу все хорошо чехольчик тоже марки но при этом менее марки чем сама поверхность и сразу будет вам хорошим подспорьем в плане того что камеру перекрывает и камерой вы не будете шоркать специально у меня есть вот такого тряпочка я протираю так включается разблокируется я думаю что в настройках можно сделать что прям будет сразу открываться очень быстро сканер лица срабатывает также я вам продемонстрировал сканер пальца и в принципе первые мои ощущения они весьма положительные но опять же я к этой покупке готовился она не спонтанная поэтому я получил ровно то что ожидал первые впечатления нравится вибрация нравится экран нравится 90 герц нравится супер быстрая зарядка которая куда она денется она будет работать нравится официальная гарантия нравится в принципе цена я думаю что ну давайте конечно здесь это будет такое себе по тестам камеры да не надо на местоположение ну опять же то что вижу я без всякой бьютификации снимая 4к 60 кадров в секунду сеточку я небольшую всегда распознавание цен так у нас сцена есть кнопка регулировки громкости затвор есть местоположение выключаем соотношение сторон 4 к 3 давайте поставим на весь экран таймер отключен фото одним касанием выключена в общем и целом hdr режим есть и он у нас включен причетом авто выбор также у нас есть насыщенные цвета изначально по умолчанию есть бьютификация куда без нее в современном виде настройки непосредственно видосов сразу ставим 4к 60 кадров в секунду я уже тестировал в магазине очень все это на демонстрационном образце очень это все комфортно смотрится у нас по фокусу абсолютно офигенно хорошо все даже с небольшого расстояния у нас автофокус работает в камере фотография ну здесь никаких проект про конечно я вам примеров скидывать не буду отдельный будет видосик по возможностям именно этой камеры но то что я видел тестовых снимках которые я делал в магазине камера здесь очень очень хорошая это 16 13 8 и по моему 2 или 5 мегапикселей более подробно я вам расскажу непосредственно в отдельном видосе на полчаса получилось мое первое знакомство на с реалми x2 pro вам большое спасибо что досмотрели до этого момента обязательно подписывайтесь на канал мойте руки пишите дональд дак берегите себя совсем скоро увидимся всего доброго пока пока а а а а и и Продолжение следует...